Здравствуйте, прислушивайтесь! Судимое расстояние является открытым и продолженным. Судимому королю представляется последним словом. Здравствуйте! 17 декабря 2013 года Я оказался на месте одного дороже транспортного происшествия. Это уже было по прошествии полугода с момента моего инцидента на Рублевске. Я освещал этот ДТП в новостях. На Кутузском проспекте Гаджи Махачев выехал на встречку и, не справившись с управлением, убил троих, включая себя. Жену с ребенком отправил в реанимацию. Еще трое уехали в скорой с различными травмами. Ощущение безнаказанности и вседозвольности приводит к самым тяжелым последствиям на дороге. Право преимущества проезда во Франции было обменено Великой Французской революцией. Французские дороги сегодня лучшие в мире, а президент Франции ездит на работу на скутере. У меня не было и нет отрицательных чувств и эмоций к инспектору Кириллу. Они не могли возникнуть в силу дефицита времени. Временной отрезок от первого визуального контакта до момента якобы моего наезда составил всего 16 секунд. С моей стороны было неповиновение требованию инспектором. Я это признаю. И из-за этого я понес административную ответственность. Зато у меня было и остается устойчивое и отрицательное отношение к нарушителям, облеченным властью. К нарушителям, которые ловко обгоняют пробку по встречке, незаконно пользуясь преимуществом, и от времени убивают нас на дорогах. Я не виновен в том, в чем обвиняет меня прокурор. Прошу суд оправдательный. Увеличенные. Все. Удаляется встречательная комната для постановления. Увидимся на вашем сегодня в 15 часов третьего дня. Спасибо большое.